Друзья, всем привет! Наверное многие задавались вопросом, как же без всяких проблем прокачать свою MIUI и получить те самые виджеты из HyperOS, ну или же из той же китайской прошивки на глобальную. Этот вопрос мучает многих, там есть всевозможные варианты бэкапов, там рут права, переходы на другие прошивки, ну и тому подобное. Но в сегодняшнем видео я вам расскажу, как без перехода на что-либо и без дополнительных телодвижений это можно активировать на стоковой прошивке. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Что же, давайте сразу разберемся, чем мы с вами имеем дело. Во-первых, у меня прошивка HyperOS и смартфон Xiaomi 13T. Кто-то может сказать, что вот, как бы понятное дело на HyperOS это будет работать, но я встречал в комментариях то, что может работать и на MIUI 14. Но есть важное уточнение, что данный способ только для смартфонов Xiaomi, то есть где есть системная оболочка. Если у вас смартфон POCO, то к сожалению он не подойдет для этих действий. Вот пожалуйста, системная оболочка у вас должна быть установлена. Также я выхожу на рабочий стол для того, чтобы вам продемонстрировать, что действительно никаких дополнительных тут у меня окон в виджетах не наблюдается. И это действительно так. Ну и теперь же, что нам потребуется? Конечно же, нам потребуются стоковые обновления. И найти вы их сможете по ссылкам в описании под этим видео. Работать мы с вами будем, конечно же, системной оболочкой, с лентой виджетов и приложением темы. Ну и давайте начнем с первого приложения, которое будем обновлять. Это будет у нас системная оболочка. Ничего тут страшного нет. Версия 79.39. Ничего откатывать вам не нужно. И она является самой актуальной. То есть, о 27 февраля. Отлично, мы это поставили. Далее мы устанавливаем с вами ленту виджетов. Она также является самой актуальной, которая есть на сегодняшний день. 13.21. Да, я думаю, что как бы многие сейчас посчитают, что вот, что ты делаешь. Там еще дополнительно нужно будет качать какие-нибудь бревенты и тому подобное. Но нет. И третье приложение, которое мы также обновляем, это приложение темы. Да, кстати, если кто не знал, то размеры значков перенесены были именно в приложение темы. И только через нее нужно это все будет настраивать. Вот, мы с вами все поставили без никаких склеек и прочего. Смотрите. Я нажимаю удержание на экране блокировки. Ну, на рабочем столе вернее. Далее нажимаю виджеты. И вуаля, смотрите, у нас написано, встречайте виджеты. Там персонализировать услуги и тому подобное. Нажимаем согласиться. И что мы с вами наблюдаем? У нас выполняется прогрузка виджетов. Да, кстати, могут быть приколы, что необходимо подключиться будет к мобильному интернету. Потому как есть определенные вопросики к тому, как оно загружается. Немножко манипуляции с VPN. И у меня, наконец, получилось прогрузить эти виджеты. Опять же, возможно, это зависит от серверов, от какой-то локальной составляющей. Но вот смотрите, я нажал на виджеты и вуаля, все возможности, которые есть на китайской прошивке, на других индексах, можно добавить и на индекс международный. Любые вариации, которые вам нравятся, погода, часы, безопасность, все это можно добавить без всяких проблем. Опять же, как я уже сказал, что на покафонах это работать не будет. А если вы наблюдаете проблему, что у вас не прогружаются все эти виджеты, то необходимо качнуть VPN и у вас все сразу быстренько прогрузится. Но это необходимо, ну, наверное, в каких-то частных случаях, таких как у меня. Но в любом случае, друзья, фишка очень прикольная и очень интересная. Плюс еще, когда вы всю эту историю обновляете, у вас проявляется возможность жеста по рабочему столу. Имеется в виду, если мы опускаем жест вот отсюда вниз. И у нас проявляется поисковик. Тут, конечно же, мы отключаем все возможные сборы поисковых запросов. Ну, как бы, ладно, хорошо, мы дадим возможность, потому что нас оно не пускает. И вуаля, смотрите, даже такой белый фон у нас проявляется. Если там еще прописать через бревент какую-то комбинацию, еще добавятся тут папочки. Но, опять же, этим особо как бы заморачиваться не хочется. Главное, что оно в целом есть и это можно использовать. И потому вот такими нехитрыми действиями, что на международный индекс, что на европейский индекс, можно накатить эти виджеты без всяких проблем и ими пользоваться. Ну, а если у вас еще остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментарии. Там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.